Мы говорили сначала о том, как подготовить свое сердце, чтобы услышать, когда Бог будет говорить с вами. Мы говорили о 19 способах, как Господь говорит. Кто-то знает еще какие-то другие способы, помимо этих? Если найдете, то скажите мне. И теперь мы будем говорить о том, что делать, если Господь вам ничего не говорит. Как продвигаться вперед и принимать правильные решения. Бог не хочет, чтобы мы были пассивными. Никогда Он не хочет этого. И Он дал заповедь Адаму, иди, подчиняй землю, владычество землей. Культивируй землю. Возделывай, овладей, овладевай. Поэтому с самого начала Он хочет, чтобы мы шли, развивали что-то и усовершенствовали то, что Он нам дал. Мы не должны сидеть и ожидать, пока Он что-то сделает. Но с помощью наших навыков, наших знаний мы должны усовершенствовать мир, сделать его лучше. И как многие христиане понимают, мы должны проповедить, давать Евангелие, Благовую весть. Но я также считаю, что часть нашего великого поручения — это быть этой Благовой вестью. То есть, мы берем этот кусочек земли, который нам дали, и делаем так, чтобы она процветала. Делаем наш дом красивым. Все, что мы не делаем, должно приносить славу и честь Богу. Если Господь создал землю для нас, чтобы наслаждаться, то как бы вы себя чувствовали, если вы постоянно думали о рождении вашего ребенка? И, допустим, вы взяли много денег, и вы купили им очень красивое место, где они могли бы ехать. Для ребенка? Для кого? Для ребенка? И, допустим, вы взяли много денег, купили очень хорошее место для него, для ребенка. И родители хотят благословлять детей. И поэтому, допустим, они купят небольшую дачу в лесу для них, для детей. Дали вы детям с вами, потом возвращаетесь, снова посещаете своих детей, а там все завалено мусором, все переломано. Как бы себя чувствовали вы? Да, вы были разочарованы. Поэтому также мы в мире, нам дано что-то для наслаждения, а также что-то, о чем мы должны заботиться. И мы не должны загрязнять наш мир и мусор везде оставлять. Я думаю, что это плохое свидетельство. Я думаю, что это плохое свидетельство. Я думаю, что это плохое свидетельство. Допустим, вы говорите с людьми о спасении их души, а потом в вашем доме полно мусора. Это непоследовательность называется. Понимаете, о чем я говорю? И мы должны заботиться о своем теле. Это наш дар. Это мой автомобиль по жизни. Вот я на нем езжу по жизни. Настоящее я внутри находится. Но если мое тело поломается из-за того, что я не буду на нем ухаживать, тогда я буду говорить, о, Господь, исцели меня. То, возможно, лучший вариант, если мы будем заботиться о себе, чтобы мы полноценно всей своей жизнью смогли служить Богу. Поэтому все это также духовно, эти вещи все. Все, что Господь дает вам, если вы будете заботиться об этом, то Бог даст вам больше. Поэтому наше имущество, все наши ресурсы, наше здоровье, где мы живем, город, в котором мы живем. Мы должны быть примером, светом для мира. Аминь? Это важно. И это благословляет Господь. Хорошо, как же принимать решения, если вы точно не знаете, что нужно делать? Итак, мы не должны быть пассивными. Адам был на появлении идеи владевать землей. И поэтому мы все равно нужно идти вперед с ресурсами, которые мы имеем, и решать решения для нашей жизни. Поэтому нам также требуется идти вперед и принимать решения на основании тех ресурсов, которые у нас есть. И я об этом тоже немножко уделю этому внимание дальше. И как я сказал, как знать Бога, это знать Его пути, это знать Его образ мышления. Псалом 102, стих 7 Сказано, что Моисей знал пути Господни, а израильтяне видели только Его дела. Большинство людей видят то, что делает Бог, но они не понимают Его образ мышления. И Моисей понимал, как думал Бог, он понимал Его пути. Поэтому Бог хочет, чтобы мы не только видели Его дела, но также понимали Его мышление. И я рассказываю вам о путях Господних, как Он думает. И когда вы понимаете, как думает Бог, вы сможете применять это к другим сферам. И если Адам был призван владеть землей, владычествовать над землей, ну, это же образ мышления Бога. Но вы скажете, да это падший мир вообще. Но все равно, все равно это нам дано было. Вы можете сказать, о, мой тело не менее идеальное, поэтому я буду его трясать. Вы можете сказать, мой тело не менее идеальное, поэтому я буду его трясать. И как вы помните, Господь смотрит на то, что мы делаем с малым. А что такое малое? Little is much. Как получить больше? Позаботиться о малом. Поэтому тенденция такая, смотреть на то малое, что есть, и думаем, это не много, поэтому это не важно. Если бы только у меня было много денег, большой дом, то тогда бы я заботился об этом. Это семя. И когда вы будете заботиться об этом, то Господь умножит это. И мы должны быть верными в малом. Иешуа сказал, если мы не будем заботиться о малом материальном, то нам невозможно доверить настоящие богатства. Людей. Вот это вечное, что будет существовать. Поэтому в своей жизни всегда смотрите на то, что у вас есть, а не на то, чего нет. И все равно, насколько это мало. Используйте это верно. И затем Господь увеличит. Поэтому Моисея знал пути Господни. И когда вы изучаете Слово, то смотрите на пути Господни. И вы увидите очень очевидные паттерны в том, что Бог думает, что Он делает. И вы видите очень ясные шаблоны в Писании, как Бог мыслит. И так вы узнаете Господа. Это не только сидеть, где-то на служение, ждать, пока Дух Святой на тебя сойдет. Это для духовных младенцев. Честно, это так и есть. Когда вы духовный младенец, это новое. Господь показывает, что Он реален. И вы чувствуете Его присутствие, потом вы чувствуете Его сильное прикосновение. Это важно. Но затем вы уходите от этого. И когда люди не испытывают такого же самоприкосновения от Господа, то они думают, что случилось, что-то не так. Мне надо в другую церковь переходить или послушать этого правоведника, поскольку вы продолжаете искать тот же самый опыт это переживание. А Господь хочет вас глубже повести. Он хочет, чтобы вы созрели, становились взрослыми. Он хочет, чтобы вы учились Его путям. И теперь акцент не на том, что вы чувствуете и что испытываете. Но у вас характер становится зрелым, вы начинаете думать о других и вы начинаете служить другим. Поскольку ребенок постоянно сконцентрирован только в своих чувствах и нуждах. Ребенок не думает о голодающих в мире. Да? О проблемах общества. Ребенок думает, а, ты меня не помыл. А, я голодный сейчас. Холодно, я замерз. Ты не посмотрел на меня, когда прошел мимо меня. А-а-а-а. Right? Now, if we're honest, честно говоря, a lot of Christians after several years are still spiritual babies. внуки христианин после нескольких лет также остаются духовными ребенками, детьми. Right? Лидер. А, и потом всем начинают кричать. Я пошел в церковь и ничего не почувствовал. И суть в том, что Господь удалит это чувство, ощущение его присутствия, ну, не то, что сам Бог уйдет куда-то, поскольку Он вас приводит к зрелости. Right? Да. Понимаете, что я говорю? Кто из вас хочет вырасти? Yeah. Amen. Иначе вы постоянно будете фокусироваться на неправильном. И вы будете нестабильны. Поскольку вы всегда будете искать ощущения. И это чудесно, поскольку, как в Ластер-Эпсон говорит, Господь ведет нас к тихим водам, мимо тихих вод и восстанавливает нашу душу. Поэтому есть периоды в жизни, когда вы чувствуете присутствие Господне, оно приходит к вам, освежает вас. Again? Затем Он делает так, что вы проходите мимо среди ваших врагов, в среди ваших врагов, духовные битвы, какие-то трудности. Понимаете? Но мне нравятся тихие воды. Я хочу ходить в церковь, тихие воды. Я буду переезжать в Киев, поскольку там есть церковь, тихие воды, и там постоянно есть присутствие Господня каждый день. И даже название церкви такое, тихие воды. И можно сказать, что все их правоведники такие же тихие воды. Вот именно там и нужно быть, в этом месте. И вы просто понаблюдаете за такими людьми, поскольку они переходят из одного места в другое место. И знаете почему? Они младенцы. Вот вся причина. Скажите, передадите им это от меня. И тогда они начнут плакать опять. И кусать вас. Поэтому Господь хочет, чтобы мы возрастали. Он хочет, чтобы мы развивали наши отношения с ним. Он хочет научить нас своему образу мышления. Так что мы становимся больше как Господь. И мы становимся более зрелыми. Мы начинаем видеть, что жизнь это не только мои нужды. Мое видение. Но это все связано со служением и благословением других. И так же полагать свою жизнь за других. Это, можно сказать, высоты зрелости. Когда вы не думаете о себе, и ваша жизнь поглощена служением другим. Из-за того, что вы абсолютно уверены в том, что Бог позаботится о вас. Он знает, что мне нужно даже до того, как я попрошу. Так что мне даже не надо очень много времени молиться о себе. И он начинает становиться зрелым и расти. И как Иешуа сказал, блажение давать, чем получать. Это правда? Если это правда, тогда мы будем так делать. Вы можете сказать, что это правда, но если вы этого не делаете, то вы на самом деле не верите в это. Блажение давать, чем получать. Это не та фраза, которую нужно вырубить красиво на каком-то дереве, обрамить, покрыть лаком, повесить на стенку. Потому что это истина. Блажение давать, чем получать. Более блажение давать, знать пути Бога. Еще хочу рассказать вам одну перспективу Царства Божьего. Когда вы думаете о водительстве и о принятии решений. Если взять и Господь, Он разрешает все. Если только не было какого-то конкретного запрета. Это можно сказать, зеленый свет. Зеленый свет. Иди и делай. Думайте об этом. Это так Господь думает. А сатана ничего нельзя делать, если только не было дано разрешение. Видите? Контроль должен быть. Если Господь хочет, чтобы вы росли, становились зрелыми, Он хочет, чтобы вы развивались, что-то новое делали. Он хочет, чтобы вы использовали свои мозги и воображения. Бог, Он творческий Бог. Он творит новое. Поэтому Он хочет, чтобы вы тоже были творческими. Пару лет назад я пророчествовал брату, который делает статуэтки шоколада. И слово, которое Господь дал мне, Он хочет служить Господу в служении. И внутри себя у Него двойственное раздвоение было бизнес или служение. И я почувствовал, как Господь сказал мне, что Он хочет его использовать в бизнесе, чтобы это было благословением для служения. Конечно, все, что мы делаем, это служение для Бога. И Бог будет давать Ему творческие идеи. И через год я возвращался. И Бог дал Ему эту идею, каким образом создавать эти шоколадные статуэтки. У Него не было денег. А теперь они продают эти статуэтки в Штатах, в Европе. И видите ли, что Господь дает нам дух творчества. Это не только писать песни, что и есть тоже часть творчества. но всевозможные способы. Знаете ли, что люди наиболее успешные в новом бизнесе, они видят нужду, которая есть у людей. И они находят способ, как обеспечить эту нужду. и обеспечивают нужду лучше, чем остальные. Хотите быть успешными в бизнесе? Изучайте, наблюдайте за людьми окружающими. Что людям надо? Как я могу восполнить эту нужду? И делайте это наилучшим образом, чем кто-либо. И вы будете успешны в бизнесе. Будь это уборка домов, или какой-то ресторан, такси, все что угодно. Потому что люди уважают и обожают и они обожают тех, которые делают что-то с превосходством. и делают это с щедрым духом, позитивным духом. Настроим. Понимаете? Смотрите на то, каковы нужды у людей. И затем используйте свои навыки, чтобы восполнить нужду. И вы увидите, что богатство придет к вам. Просто делайте это наилучшим способом, чем кто-то другой. Если ваша мотивация, я служу, я делаю мир, этот мир лучшим местом, я служу. И тогда богатство приходит ко мне. И затем я буду использовать это на добро. И часть этого также восполнение моих нужд. И очень трудно благословлять людей материально, если у меня ничего нет. Бог хочет давать вам творческие идеи. Подумайте о чемодане. Когда я только начал заниматься служением, все носили свои чемоданы. Это больно, это вообще неудобно. Затем кто-то поумнел, и нашел способ, как упростить жизнь всем. И много денег заработал. Поэтому прикрепили колесики на чемоданы. И за эту идею запатентовали эту идею. И так они запатентовали идею, и создают теперь чемоданы всю жизнь. И теперь этот человек очень богат, кто это сделал. И моя жизнь усовершенствовалась. Я счастлив, что он богат. и моя жизнь легче стала. Тоже. Вы можете изучать окружающий вас мир. И смотреть на то, чего люди ищут, какова их нужда. Возможно, какая-то пища, какой-то вид пищи, и куда бы вы ни шли, либо сервис плохой, либо качество не очень. И не нравится вам еда. Чего бы вам сделать то же самое, только лучше? Понимаете? Делайте это, но только лучше. Бог благословит вас. и как люди узнают об этом. О, поверьте мне, они узнают об этом. Когда у людей положительный опыт, то они рассказывают об этом друзьям. Поэтому это все часть того, как Бог создал нас, как Он нас строектировал. Это то, что уже Бог сказал нам. Иди и делай. Сатана говорит, нет, у тебя нет разрешения начинать новый ресторан. Да нет, иди и делай. Молись. И что Господь говорит? Притча 16. Третий стих. Придай Господу дела твои и предприятия твои совершатся. То есть, придай свое дело Господу. и твои планы преуспеют. Чьи планы? Твои планы. Да? То есть, это значит, у вас уже есть зеленый свет. Вам уже есть разрешение. Чего ты ждешь? Если ты молишься, и Господь говорит, нет, это не для тебя, не делай. тебя не делай. У тебя нет мира. Хорошо, тогда не надо делать. А в другом случае, тогда делай. Чего ты ждешь? Не надо, чтобы ангел с неба к тебе приходил, говорил, что это все в порядке. Потому что тебе уже дано разрешение. Он говорит, иди, владевай землей. И что происходит, если вы выросли в семье, у которой члены, которые не имели никаких амбиций, ничего не хотели делать, то вы запрограммированы на узкое мышление. И у вас нет уверенности, чтобы что-то делать, и вы чувствуете, что вам не разрешается. Но если вы выросли в такой семье, где родители всегда что-то начинают, какие-то новые дела, новые бизнесы, там, были у них успехи, не было у них успеха. Тогда у вас будет мышление, это хорошо, сделаю, попробую сделать. И так же вы выросли в такой культуре, которая была всегда в контроле. Всегда кто-то контролировался, если вы возвращались к коммунизму. Особенно предыдущее поколение, то есть у вас нет разрешения. Поэтому люди запрограммированы на такое узкое мышление, и они остаются в своем маленькой, как бы, скорлупе. И Господь что хочет делать? Он хочет научить вас и сказать вам, что ты можешь. Ты можешь делать, если Господь за тебя, то кто может быть против? И Бог может дать такие идеи, как делать шоколадные статуэтки, которые раньше никого не было. Я знаю брата одного, который придумал новый вид педалей, тормоза, для тормоза, для гоночных машин. race cars have to have a special pad, because they go at such high speeds, that when they brake, it will burn through the brakes very quickly, if they use the same kind you would use on your car. It's too hot. So they have to have a different type of brake. So I know a brother, he was a friend of ours, and he was praying, asking the Lord to give him ideas for business. And in a dream, God gave him a chemical formula for making new brakes. He was not an engineer, he was not a chemist. He was a crazy Italian. Well, I can do anything. What are those type of people? He was not afraid to try something. See, he was not afraid to fail. He was one of those people who did not care what other people thought about him. And so he prayed, and God gave him this formula. And some of the chemical ingredients that God gave him, he didn't know what they were. So he had to research it to find out what it was. And then he hired the people that know how to do these things and he gave him the formula. And he made the patent. And he invented a better brake for race cars. And at that time, all the top races, you know, like the Indianapolis 500, the very, very fast cars, they were using his brake. And it was called Rebestos. Rebestos. Well, he made money from that. How big is your God? Do you believe God is for you or against you? Do you believe God is for you or against you? But see, if you've had parents or families that don't believe in each other and they speak negative words to each other, it's very difficult to begin to think this way. or you've always lived the same way, this is all I have. And so you live in a limited way. You cannot have success without having failure. So you have to see failure is not bad. But some people will think that you failed. Some people will think of you as a failure if you fail. So you have to decide am I going to live my life but what other people think or what the Lord thinks. It's not possible to have success without some failures. So failures are opportunities to learn and grow. So you start a new business and it fails. You say, well, what did I do wrong? What can I do better? Go do it again! See? You have to have that kind of mentality. God does not want you to be passive. God does not want you to be passive. You see, passivity is the result of satanic activity. We become victims. We just allow life's pressures to move our decisions and what we do and don't do. And we just kind of walk through life like in a dream. There are so many things you can do. Proverbs 16, 9. A man's heart plans his ways but the Lord directs his steps. So you make a plan. Who makes the plan? You make the plan. See? Then God shapes it. It's like water running down the hill. Wait, because I want to translate it in the original. In английском звучит как бы сердце человека обдумывает свой путь или сердце человека составляет свои планы. Поэтому вы составляете свои планы и вы как бы прорываете этот яму или направление для реки. So you maybe you take some water at the top of a mountain and you let it start going down. для того, чтобы, допустим, та вода, которая сходит с горы, она могла вниз сойти по этот канал. И вы планируете, ваш план в том, чтобы вода была здесь, и Господь будет направлять воду. Но вам нужно спланировать. Если вы не планируете, то вы никуда не повойдете. У вас должно быть видение. Это ответственность на вас, а не на Боге. Потому что вы созданы по образу Бога. Со способностью создать, думать, планировать. создавать, думать, планировать. И в процессе вы растете, вы становитесь зрелыми. У вас есть успехи, у вас есть неудачи. Неудача — это не что-то плохое. Неудача — значит, что вы что-то делаете. Человек, у которого нет никаких неудач, он вообще ничего не делает. Аминь? Поэтому, если вы боитесь потерпеть неудачу, просто возьмите талант и закопайте в земле. Я боялся, Господь. Ты жесткий, Господин. Поэтому отдам тебе то, что твое. Поэтому я закопал, и вот сохранил. И у этого человека неправильная перспектива Бога была, понимание Бога. Он не жесткий, Господин. Он не злой, он любящий. И так же, если ты не используешь то, что у тебя есть, он это заберет. Я это еще раз повторю. Если ты не используешь то, что у тебя есть, он это заберет. Если вы используете, что есть у вас, то он даст больше. И тогда вы начинаете идти дальше с позитивным отношением и верой. Без веры невозможно угодить Богу. Вера говорит, я планирую, я составлю план, и затем я начну воплощать этот план. И буду верить, что Бог поможет мне. Пойду, накуплю инструментов для фермерства, поставлю себя в гараже. Вы помните, эту историю я рассказывал? Я начну делать что-то. Начну делать шаги веры. Может быть, вы хотите иметь бот-бизнес. Бот-бизнес. Бот. Но что делать с ними? Бизнес. Тради. А, или возможно, вы хотите торговать через море. И вам, может быть, пойти в магазин, надо купить маленький пластиковый корабль, поставить себе дома. Сказать, вот это мой бизнес, это будет символ напоминания. Что я хочу делать? И начать делать план, планировать. Это все помогает вам вообще? Еще вопросы задам вам. Кто назвал всех животных? Я думал, что Бог назвал. Что Бог Адаму не сказал название животных? Я вообще запутался. Что Бог не сказал название животных Адама, потом он уже назвал. Вы уверены? А ну, откройте, посмотрите. Бытие. Бог сказал ему, или он сказал Богу? Where is it? What chapter? Какая глава это? 220. 220. 19, actually. 19. All right, verse 19. Read it. 19-й стих. Read it. 2. 2.19. Почитаем. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. You know Bob Dylan? Anybody know who Bob Dylan is? Знаете, кто такой Bob Dylan? He wrote that song, Man gave names to all the animals. Он написал эту песню, Бог дал имя на всем животным. Очень давно. So, and he goes through in this song, and he talks about all the animals that God brings them, and he gives them a name. It's a good song. So, who gave names to the animals? So, God created all the world and created the animals and everything. And then after that he was so tired and he had no more intelligence left, so he didn't know what to do. And then after that he was so tired and he was so tired no more intelligence left, so he didn't know what to do. He said, I'm so burned out. My mind is blank, I can't think, I'm exhausted. Could you please name these animals for me? I don't know what to do. No, that's not what happened. What does this tell us in the very beginning? this is the very beginning of the creation of man. He wants you to make decisions, he wants you to think, he wants you to create. And if you say the elephant is an elephant, if you say it's an elephant, okay, it's an elephant, it's all right with me. I see this animal, he goes, whof, 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 whof. Call it a dog. Ah, I call it a dog. Okay, it's a dog. It's a dog. Right? This tells us from the very beginning that the Lord wants us to create with him. that it's a design and plan for mankind to create and possess and do new things. If somebody asks you, well, is Islam a true religion from God? Let me ask you this. In what islamic country have you ever seen anything invented or created? Automobile? No. Internet? No, no, no. Electricity? No, no. Airplanes? Do you know all those things were created in the U.S.? Telephone? Almost everything that is new that people use was created in the United States. And Europe also. No, mainly the United States. If you look at all the new inventions that have been created, the major ones, virtually all of them have come from Europe and the U.S., but mostly the U.S. in the U.S. Why is that? Why is that? Because of Christian foundation. Because it was a nation, that were people, like Christians, who were persecuted in Europe, went to the U.S. and wanted to have a nation that was established as under God. And so the foundation of thinking came from the Bible. So America is not a perfect place, where everyone is a Christian. That's not true. So America it's not a perfect place, where all Christians are Christian. But the foundation of the society is Christian. And in a Christian society people are free to think and free to believe and free to create. And it produces a culture of entrepreneurs, of thinkers, of inventors, of pioneers, of pioneers. You see what I'm saying? In Islamic countries you never see any inventions. Because it's a system of control. You see, people are equally intelligent in every country. You don't have some people who are better in one part of the world and inferior in another part of the world. But you have an advantage in the Ukraine. Because you are developing a Christian foundation in your thinking. and you're taking off the limitations. And it should free you to create and to think and to believe. Even how we do church. We don't have to always do it the same way. If God is creative, every service should be a little different. Or some of the time. I'm not saying it has to be different every week. but God can give us new ideas. Or we can think of new ideas. See? Creative, free, open. The ability to do new things and make mistakes and then learn from them. to do something new and make mistakes and then make a decision and learn from them. Everybody hear what I'm saying? You have a big advantage. It's your own thinking that limits you or opens you up for more. You have to start to make a plan. You have to start to move forward. What should I do? What's in your heart? What would you like to do? What's your passion? What's your passion? Pray for God to give you good ideas. Study the world around you. God will do it. God will do it. It's his desire to do it. He's waiting on you. He's waiting on you. You make plans. He establishes your plans. He establishes your plans. See? So you may start in one direction and he may turn it over here. You may start in one direction. But you're going somewhere. Amen? You're going somewhere. Amen? So let's say you're called to be a pastor. Well then teach this to your people. Again? Teach this to the people in your church. So that they may prosper. Amen? Or otherwise people stay the same old way. Or else people stay the same old way. or else people stay the same old way. Or else people stay the same old way. Good. Good, 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 good. Okay. Isaiah chapter 55. Isaiah 55. How much time do we have on this video? Okay. Let's go a little longer. Isaiah 55. Verse 8. Through 11. My thoughts are not your thoughts, not your paths. My paths are my paths, but as the earth is above earth, so the paths are my paths. My thoughts are above your paths. As the rain is above your paths, the snow does not go from the sky and does not return to the earth. But it does the earth make it able to grow and grow and grow, so it does the seed that it will give to you and the seed тому, кто ест. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал Его. Даже во всем этом мы видим суверенитет Бога. Некоторые вещи Бог запланировал с самого начала, что это произойдет. И это произойдет, когда Он планировал, запланировал. Время пришествия Антихриста, и возвращение евреев в Израиль. Некоторые вещи, это просто суверенный план Бога. Я думаю, что иногда из-за того, что мы видим это очень ясное описание, может стать причиной нашей пассивности. когда дело доходит до нашей личной судьбы. И мы думаем, если Господь все сделает, чтобы это произошло, тогда я буду сидеть и ждать, пока это произойдет. И тогда мы можем упустить Бога. Понимаете, о чем я говорю? И даже мы не сможем изменить день пришествия Ишуа. Я так не думаю, что мы изменим день пришествия. Я думаю, что день, когда Ишуа был здесь на земле, Папа уже знал, когда Он вернулся. И я знаю, думаю, что Отец знал, когда Ишуа жил на земле, когда Он запланировался. Он был первый раз, так же сама запланировала, когда Он придет второй раз. Я не думаю, что мы изменим такого плана события. Это просто суверенное решение Бога, план Бога. И я верю, что Бог вас может призвать. Когда Бог призывает некоторых царей и лидеров. Кир был призван до даже своего рождения. И даже если какие-то события происходят по суверенной воле Бога, это не значит, что у нас нет выбора. Как Иоанна 3,16 говорится, Господь так возлюбил мир, чтобы каждый, кто поверит, жил в нем. Был спасен. И поэтому это выбор. Евреям 11,8-9 Евреям 11,8-9 Аврааму было дано слово, но там сказано, что он пошел, не знал, куда он шел. Еще раз. Евреям 11,8-9 Веру Авраам повиновался призванию уйти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не знаю, куда идет. Веру обиталу на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком, Яковом, с наследниками того же обетования. Okay, so he had a word, but he didn't know the whole thing. I told you this week about how I had a word to go to Amsterdam. I had a vision. You know, I had some confirmations. But I didn't know what I was going to even do. And even after I was there for five months, I still didn't know. And gradually it unfolded. But it would have never unfolded if I stayed in the U.S. Right? I had a word, so I had to begin to act. If you don't act on your word, you won't see anything. If you don't make any plans, you won't go anywhere. See, don't let other people make a plan for your life. Make your own plan. You don't have to plan your own plan. You don't have to plan your own plan. Now, maybe someone will speak something to you that you don't see about yourself and it helps you in your plan. That's good. But don't sit around waiting for someone else to make a plan for you. You should be right now thinking and praying what am I going to do for the next five years of my life. What are long-range goals, short-term goals? There are some things that can happen in a shorter time, one, two, three years, five years. And there are some things you realize this will take my lifetime. You know, begin to take some time to fast, pray, read, think. And then just begin to dream. And if you dream the wrong thing, if you dream the Lord will guide your steps. But begin to see what is it that's in your heart. Maybe ask people who know you well and believe in you. You know, what are my gifts? Well, if your gifts are in hospitality, you may be, you should be doing a business that involves hospitality. So just begin to dream, begin to think, begin to pray. And start to write your plans down. And to make a plan, when you make a plan, you then, you do the long-term, where's my goal? Where do I want to go? And then you start to say, well, what steps do I need to make? You know, what are the first steps, second steps, third steps. And you may be in a situation, where you totally need God to do a miracle. So maybe you need to go get a wagon and put it in front of your house. So there's my farm. I don't know. But I knew I was called to preach and teach the word to make disciples, that I was called to do what I'm doing right now. I've always known. This is my call. So I didn't go try to start a business. I went and said, if I have to live with nothing, I want to be with people who can teach me to do what I'm doing now. Again? You're fine. If I had to live, I made the decision, even if I have to live with nothing, I want to go and be with people who can teach me what I'm doing now. And even if you mean nothing like money? Yeah, nothing. And even if I had to live, I made the decision, even if I have to live with nothing, I want to go and be with people who can teach me what I'm doing now. That was my vision. So, you make a plan, you count the cost. Say, am I willing to pay the price? Amen? And say, okay, this is where I'm going, this is what I'm going to do. That's what was in my heart. That's what I felt I was supposed to do. But not everyone's called to do the same thing. Maybe you're called to start a business. or be an educator or in media or in government. Whatever it is you're called to do, go do it. But don't think small. See, that's possessing the earth. And then you're going to be salt and you're going to be light in that arena of people that you come into contact with. And that's how we go and preach the gospel. It's not just go standing out on the street and giving people a piece of paper. Amen? That's the best way to preach the gospel. Go out and serve people. Let them see your attitude. The good quality you treat and respect people. If you give respect to people, you will be blessed. But see, a society that was built on communism, people lost their motivation. There's no reason to be motivated. So what happens to hospitality? Right out the window. People don't care. You know, when I first started coming to the former Soviet Union, I first came into the communist countries in the 1970s. And it's interesting to watch the change over the last 30 years. And it's still not customer or service oriented. And it's still not customer or service oriented. If you were to do things that are customer and service oriented, you'll be successful here. Because your culture has not grasped this yet as a whole. You go into the store, you'll find some places where people are kind of friendly and you know, they're learning friendly and wanting to serve you. and you go to other places and they're just like... Right? No, no, whatever. See? That's not with a Christian Bible foundation. See, I'm not criticizing the Ukraine or Russia or Eastern Europe or Russia. Because you can have the same thing in places like Holland. But when people have a more biblical foundation more of a attitude to serve. You care about the person walking in your store. You want their business. You want their business. But you also want to treat them respectfully because they were made in the image of God. You see what I'm saying? I want to treat them because they're with God's love. So, any business, which you start, if you break the mold of your culture and you begin to serve people with a smile and with faith and with honor and respect, and you want to build them and serve them with respect and love 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 Я не поняла, что ты хочешь от меня, что ты так вся ведешь? Я просто хочу самое лучшее для тебя сделать. Самую лучшую уборку для тебя сделать или самый лучший хлеб из печь. Хорошо. Ну ладно, хорошо, если ты хочешь. Это странно. Но через время они будут смотреть на тебя и сказать, почему ты действуешь, как ты делаешь? Ты делаешь так каждый день. Он смотрит на вас и скажет, почему, почему вообще ты так ведешь? Ты каждый день ведешь. И затем проповедуешь Евангелие. О, у меня благая весть есть. Да, у кого сейчас хорошая вообще весть есть? У меня есть хорошая весть. И затем вы объясняете. И люди думают, так мы достигаем людей. Я думаю, что это ключ в этой культуре, в достижении людей Евангелия. Поскольку Бог начинает высвобождать армию служащих людей. Хорошо. Какие-то вопросы, может, есть? Спасибо.